Привет, всем! Меня зовут Дванго, и с вами у меня есть Панга, Джаку и Мелос. Мы здесь, чтобы показать вам что-то интересное. Но, прежде чем мы доберемся до этого, мы хотим, чтобы Панга показал вам уровень, насколько он ужасен. Панга очень хорош в этой игре. Сейчас мы передадим Джостик, и он попробует. Или не передадет. Окей, мы хотим показать, насколько ТАСС вообще хорош, насколько он реально хорош просто, гениален. Здесь невероятно неприятный путь. И посмотрим, как далеко он может уйти. Я никогда не видел этого, поэтому я надеюсь, как плохо он может быть. Ну, что-то, гениален. Попробую. Да, я увидел маленький петель в дверь. О, Боже, этот дверь выглядит хорошо. Хорошо, старт. Пойду, это уже не было. Я не буду думать, как это делать. Это один пиксель. Ты что, бро? Попробуй. Дадим тебе пару минут. Сейчас нам, в принципе, покажет пару минут вот это вот, а потом ТАСС бот прорвет этот уровень. Конечно же, ТАСС бот способен это сделать, потому что, как бы, можно сделать инпуты идеальные, вложить их в джойстик, и, как бы, и компьютер все сделает. Покадрово. Я не знаю, когда он сдастся. Ему пора уже сдастся. Я не думаю, что он смотрит, хотя бы до второго квадрата добраться. И вот это, что мы сняли здесь. Что мы будем показывать в минуту. Итак, этот уровень специфицирован для того, чтобы показать фрейм-прецизм, пиксель-перфектный движение. И, если вы видите, эти блоки, эти спайки, они очень мягкие. Да, эта хит-бокс огромная, в сравнении с тем, что вы видите на экране. Как это сложно. Какое-то сложно. Какие-то, которые я сделал, я так делаю. Правильно, но, как это не. Это сложно. И это трудно. Туал-асистанная рейтинка позволяет вам попробовать определенный сектор для игры, вернуть, попробовать опять. Так что вы сможете получить очень, очень длинный движение. И, в основном, что так же, что оттаскивать в Super Mario Maker 2 работает, это потому, что уровень уровень RNG предотвратится, Там один пиксель прыжок, типа там. Там есть маленький пиксель между шипом. В общем, есть маленький пиксель для разгона, но он всего один. Выпускайте уже бота, дайте посмотреть. Опа. Дверь. Облачко. Ну, вот и накатались. Ну, вот и накатались. Сейчас мы все настроим. В принципе, этот уровень можно пройти по пути через дверь. Вы можете попробовать сами. Сейчас я подсоединю контроллеры. Заместо контроллеров будет определенное устройство подсоединится к свечу и покажет, как надо играть в эту игру. Мы в оффлайне. Потому что. Отчасти, скорее всего, потому что это читы. Но это, в принципе, не так важно. Это можно и опустить, так сказать. Поехали. Поехали. Нет. Нет рук. Нет рук. Поговоришь из этого. Я играю сейчас. Лучше. Лучше. Надо прыгать. Да, ты прав. Нужно прыгать. Нужно прыгать. Прыгать. Ну, вот еще так важно. Один шаг, и все полностью коллапсирует. Эта часть уровня сделана, чтобы, если эта платформа падает, она гарантирует, что ты умрешь. Потому что она удерживает платформу под дверь. Всего лишь нужно прыгать. Ты думаешь, что ты можешь прыгать? Да, я прыгаю на левую сторону. Мне достаточно лет, и, возможно, я могу прыгать на первый прыг. Никто любит ломенту, которые тебе дадут. Очень легко. Сколько фрейм-перфектных прыжков в рамках? 8? 7 или 8? Да, я думаю. Всего лишь 8 раз подряд идеально нажать. Так, не думаю, что вот это то, что сейчас мы увидим, кто-то вообще мог видеть. Не пытайтесь это сделать дома. Что это? Линк-ковер. Та-дам. Возможно, Линк может прыгать с его бутами. Вау. Эээ, вот так вот. Я думаю, нам покажут сейчас второй путь. Это было не одного часа работа. Не так, чтобы это было просто. Поверьте. Спасибо всем, кто смотрели, и это похоже, что все. Это было создано. специально для этого. В общем, для свеча нет специального устройства, они что-то там подсоединили в итоге к свечу, и оно заработало. Кажется, список игр кончается. Дальше у нас Link's Awakening, затем Super Metroid impossible. Я, пожалуй, наверное...